добрый вечер дорогие отцы и матушки братья и сестры сегодня мы с вами начинаем изучать великое творение на которое ссылается очень многие святые отцы время называется лесница про самотворение и автора преподобного ивана мы говорили прошлый раз а теперь приступаем непосредственно к изучению состоит все все действия мы говорили из 30 слов сегодня вашему вниманию предлагается первое слово или первая степень то есть ступень называется так об отречении от жития мирскага и конечно уже здесь может возникнуть вопрос мы мирские люди священники со своими семействами прихожане вообще верующие люди большая часть это мирские люди и вдруг мы читаем об отречении от мирского жития но при дальнейшем изучении мы увидим что и мирянам верующим людям нужно отречение от того мира который лежит возле от того мира который живет по воле своего князя князя мира сего в общем-то похожие отречения у нас были в начале нашего духовного пути те кто принимали крещение зрелом возрасте либо кто воцерковлялся в зрелом возрасте и мы помним что тоже была такая ревность была и человек сразу от многого отрекался но потом постепенно но все приобретал и вот как правильно богоугодно отрекаться от суеты этого мира сначала преподобный и он говорит о людях разных категорий и вот перечисляет из всех стознанных благим и приблагим и все благим богом нашим и царем разумных и достоинством самовластия почтенных существ одни суть другие его другие истинные рабы иные рабы непотребные иные совсем чужды его а другие наконец хоть и немощны однако противятся ему и дальше пояснять то его друзья это умные и бестелесные существа то есть ангелы которые окружают бога дальше истинные рабы его все те которые неленостны и неославны исполняют воли его то есть люди святые непотребные тех которые хотя и удостоились крещения но обетов данных приводов не сохранили как должно но к этой категории мы все с вами относимся теперь под именем чуждых бога и врагов его следует разуметь неверных и еретиков а еще есть противники бог это те которые не только по велению господня сами не приняли и отвергли но и сильно вооружают против исполняющих он и то есть видимо имеется ввиду духи злобы падшие духи которые как он говорит хоть и немощны против бога но все же стараются навредить тем которые стремятся к богу всех одаренных свободной волей бог есть и жизнь и спасение всех то есть мы называем бога и творцом который подал нам жизнь и спасителям спасение всех верных и неверных правильных и неправильных благочестивых и нечестивых бесстрастных и страстных монахов и мирских мудрых и простых здравых и немощных юных и престарелых так как все без изъятия пользуются излиянием света сиянием солнца и переменами воздуха не избо лицеприятие у бога то есть даже те люди и которые не знают бога или которые еретики все-таки жизнь им подает жизнеподатель но вот как они пользуются этой жизнью и как вредятся из-за своей зловредной воли то есть даром божий используют неправильно нечестивый вот такие люди нечестивые тут видим дается несколько определений опять нескольким категориям и потом про монахов будет подробнее нечестивый разумное и смертное создание произвольно удаляющийся от жизни он и то есть от бога и это процесс своем присосущим помышляющий как о несуществующий то есть нечестивым мы относим вот атеистов которые пользуются всеми благами которые жизнесподавец господь творец и промыслитель нам дарует но бога знать не хотят теперь закона преступник есть тот кто закон божий содержит по своему злоумию и думает веру в бога совместить ересью противны то есть это еретики и как говорят святые сюда можно отнести и раскольников которые содержат в общем-то ересь о церкви неправильное учение о церкви теперь определение христианина это тот кто сколько возможно человеку подражает христу словами делами и помышлением право и непорочно веруя во святую троицу теперь из христиан есть особые люди боголюбец есть тот кто пользуется всем естественно и безгрешным и по силе своей старается делать добро воздержание тот кто посреди искушений сетей и молвы всей силой ревнует подражать нравом свободного от всего такого монах тут уже несколько определений для монаха есть тот кто будучи обличен вещественное и бренное тело подражает жизни и состояние бесплодных мы знаем что монашеский чин называется ангельским чином монах есть тот тот держится одних только божий словес и заповеди во всяком времени и месть и деле то есть всегда старается узнать волю божию и поступать по заповеди монах есть всегдашние понуждение естества и неославное хранение чувств то есть если монах подражает ангелом а природа другая у людей у монаха в том числе она отличается от ангельской поэтому чтобы подражать ангел нужно понуждать свое естество свою природу монах есть тот у кого тело очищенное чистый уста и ум просвещенный монах есть тот кто скорбя и болезнуя душой всегда пометует и размышляет о смерти и во сне и в обдении вообще в учении монашестве есть такие антитезы противопоставления ну в общем то и все христианство вот взять евангелие там тоже такие есть противопоставления так вот видите вроде бы святые говорят что монашество это блаженство в то же время скорбя и болезнью душой монах пометует размышляет о смерти но как мы с вами еще будем проходить что такие размышления дают свободу от страстей свободу от совершения грехов и дарует радость потому что вселяется благодать такого человека и плач такой называется радостно творным отречение от мира есть произвольная ненависть к веществу похваляемому мирскими и отвержение естества для получения тех благ которые превыше естества то есть чтобы стремиться к при естественным благам благом божественной благодати к радости от благодати вот человек должен отрекаться от таких страстных страстной радости страстных усложнений и только когда очистится то он может держать радость духовную от бога исходящий все усердно оставившись житейское без сомнения сделали это и тут он перечисляет несколько причин по которой люди оставляют мирскую жизнь и уходят в монастырь или ради будущего царствия или по множеству грехов своих или из любви к богу здесь видим параллели с поучениями преподобному авдорофея которые ссылаются на василия великого и говорит что есть три рода спасающиеся раб наемник и сын и вот здесь мы видим параллели ради будущего царствия это как наемник во множество грехов своих как раб то есть боясь наказания человек может уходить в монастырь и еще из любви к богу и дальше добавляет если они не имели ни одного из их намерений то удаление и их из мира было безрассудно бывает так что человек хочет уйти в монастырь ища там такого покоя я помню когда был наместником ко мне пришел один городской житель мирянин только недавно верующий и говорит хочу пойти в монастырь я спрашиваю для чего хочется покоя все-таки у меня тут в городе многие достают вот невозможно с ними все злые вот а в монастыре такой бы покой душевный ну конечно приходилось объяснять что покой душевный будет когда у нас вот когда мы научимся от господа кротости смирения и обрящим покой душам наши то есть нет внешней обстановки и поэтому пришлось объяснять что монастырь надо уходить это на битву это на войну и вот прям покоя такого там не будет потому что все страсти у нас внутри кто нас беспокоит вот бывает монастырь хотят уйти но совсем мир контильные когда человеку просто негде жить когда час не скрывается прямо от кого-то но все-таки много всяких неприятностей миру хочет там найти желает там найти спасение вот но наверное бывает еще каковременно такие входы в монастырь может кто-то желает архиерейства и думать надо через монастырь пройти и стать архиереем тоже причина неправильно вот здесь преподобный указал три правильных причин впрочем добрый наш подвигоположник ожидает какого будет конец их течения что этим говорит хочет сказать иван лестничник что бывает человек по другим мотивам пришел монастырь не по этим трем но придя в монастырь общаясь с братьями исповедуясь усть поведуясь у монастырских духовников прибывая в труде на монастырские богослужения вот он дальше меняется и мотив его уже склоняется к одному из этих трех были же случае когда даже разбойники нападали на монастырь с целью ограбить но совершалось чудо по молитве преподобного и скажем они или теряли зрение или были частично парализованы и потом по молитве когда проходила это для них как бы несчастье да такое то они обращались не только к вере но и клиническому житию варит такие случаи то есть мотив прихода монастырь у разбойника было совсем нехорошее но тем не менее промысел божий в этом тоже есть когда я был наместником тоже это было замечено что человек сначала с неправильным мыслям приходит в монастырь с неправильными целями но потом вот так вот беседуя с ним удавалось вразумлять а больше наверно благодать божия как-то касалась его и он уже искренне начинал любить иноческое житие исшедший из мира для того чтобы избавиться от бремени греков своих да подражает тем которые сидят над гробами вне города да не предстоит изливать теплые и горячие слезы и да не прерывает безгласных не прерывает безгласных рыданий сердца до тех пор пока он не увидит иисуса пришедшего и отвалившего от сердца камень ожесточения и ум наш как как лазаря а тут греховных разрешившего и повелевшего слугам своим ангелам разрешите его страсти и оставите его идти блаженному бесстрастию если же так то удаление из мира не будет и от удаления из мира не будет ему никакой пользы то есть кто все-таки пришел в монастырь должен вставать на путь на подвиг покаяния вот изливать слезы конечно в современных монастырях скажем в общежительных монастырях мы не увидим то здесь и там и в храме идет в кельях или на территории монастыря братья рыдают и плачут сейчас такого нет но вот внутреннее состояние должно быть такое как говорит апостол печаль по богу соделывает нераскаянное покаяние то есть всегдашнее покаянное настроение когда хотим вот очень важно следующее следующий пункт о том что вот пришел человек в монастырь или к иноческому житию как же ему дальше идти и здесь говорится о том что необходим наставник но касательно мирских людей наших прихожан или родных наших которые вот пришли к вере пришли на приход к нам ходят то тоже это их касается что нужен духовный руководитель и мы знаем что у наших прихожан зачастую нет духовного отца да они приходят храм присутствует на богослужениях участвуют в таинствах но вот именно духовного руководителя который бы сильно болел за каждую душу которому бы они очень доверяли зачастую у наших прихожан нет ну конечно же хочется посоветовать чтобы на приходах было духовное руководство чтобы они знали своего духовника чтобы слушать его потом мы с вами еще поговорим каким должен быть духовник вот устого иоанна лестничника особо есть глава этому посвященное чтобы нам избегать крайностей с одной стороны какой-то сухости по отношению прихожанам незаботливости они а с другой стороны не считать себя за кого-то из великих и руководить судьбами людей вот надо вот такой средний путем пастырским идти но заботиться о спасении душ тоже нужно необходимо итак ну кстати когда мы сейчас будем про духовника говорить про духовного руководителя конечно и нас самих касается и нас у самих должен быть духовный руководитель который обладает авторитетом для нас больше чем мы сами и которого мы можем излилить свою душу который может подсказать нам где в таком случае как поступить особенно когда нас борет страсти когда борет какие-то обиды или гнев и конечно нужно обратиться духовником и спросить его советы и его святых молитв здесь сравнивается необходимость духовника с тем событием и библейским когда народ еврейский уходил из египта из страны рабства плена и шел в землю битована в страну свободы в ту страну где он может свободно служить богу вот помним мы с вами что когда израильтяне вышли их ими руководил моисей вот который им сначала и теорию объяснил куда пойдут от бога откровения дал им затем вывел их из египта защищал их вот зноя защищал их от холода от голода был таким предстателем пред богом помним когда погнался фараон со своим войском то помолит и моисея мой море черное вот образовала проходы для того чтобы прошли израильтяне и это же море потопило фараона со всей его силой и даже еще 40 лет 38 лет ходили евреи по пустыне водимы пророком моисеем и мы помним когда мы сей получал семейское законодательство то и был голос ко всему народу сначала настолько народ еврейский испугался этого голоса настолько это было ужасное видение что они до того непослушные моисею сказали моисей пойди сам разговаривай с богом а мы будем уже слушать тебя сам моисей он не боялся пустыни он там прожил очень долгое время до того как пошел по божьему поручению избавлять израильтян сам он был уже духовно крепкий человек он был боговицем вот знал путь которому найти знал заповеди божие и получал народ израильский еще вспомним когда господь прогневался на израильтян и сказал погуглю их всех то моисей стал на молитвы господи если ты прости им грех а если не так то и меня изгладь из книги твоей вот так такая любовь была к израильтянам своим подопечным у моисея что он вот готов за них положить был свою душу вот такой должен быть и пастырь искушенный пастырь должен сам пройти подвиг так условно говоря жизнь в пустыне вот знать направление куда идти и заботиться о своих чадах когда хотим выйти из египта и бежать от фараона то и мы имеем необходимую нужду в некой моисеи то есть ходатай к богу и по боге который стоя посреди деяния и ведь и ведения я не то деятельность жизнь ведение это жизнь созерцательная бывает те которые еще только в деянии находятся они но не могут полноценно руководить а когда человек полностью уже созерцание находится то он тоже отрешается от всего земного и ему тяжело уже руководить а вот человек который в таком состоянии что ты сам дело не находится и от бога откровения получает то он может быть идеальным руководителем и так воздел бы за нас руки к богу чтобы наставляемый им перешли мы море грехов и победили амалика страстей и так прелестились те которые возложив укували на сами себя сочли что не имеют нужды ни в каком пути водители ибо исшедшие из египта имели наставником моисея а избежавшие из содома ангелов то есть говорится что если кто-то из нас сами будем руководить своей духовной жизни то это неправильно надо обязательно иметь духовника более опытного чем мы сами и так наши прихожане тоже должны иметь духовника более опытного духовного человека чем они сами вот это есть ведь и необходимые условия чтобы дойти до не землю обитова но мы с вами направляемся не в веса обитова покусимся с телом зайти на небо поистине виде покусившимся с телом зайти на небо поистине потребны крайнее понуждение и непрестанные скорби особенно в самом начале отречения доколе сластолюбивый наш нрав и бесчувственное сердце истинным плачем не притворяться боголюбие и чистоту вот видите с одной стороны мы говорим что христианство это радость с другой стороны когда человек старается подвизаться то ему обещаются скорби непрестанные скорби для чего это эти скорби внешне они очищают от внутренних страстей и когда человек понимает правильную духовную жизнь понимаешь то соединение с богом богообщению препятствует собственной страсти его то он ищет средства как же с ними бороться и знать и понимать что одно из средств это терпение находящих скорби и тогда он ждет эти скорби и с божьей помощью их переносит показывая этим самым любовь к богу ведь терпение находящих скорби то есть самим просить скорби не нужно а то что господь посылать своим промыслом их нужно терпеть ибо труд поистине труд и большая сокровенная горесть неизбежны всем подвиге особенно для нерадивых да коли ум наш все яростны и сластолюбивый пес через простоту глубокое безгневие и прилежание не соделается целомудренным и люборассмотрительным впрочем будем благодушны страстны и изнемогающим то есть вообще будем изучать лестницу и о многих словах так и хочется сказать жестоко слова сие какие ученики говорили господу невозможно это слушать вот и нам невозможно и тут иногда иван преподобный иван лестничник утешает чтобы как бы немножко подслащает свое учение и говорит так впрочем будем благодушны страстны и изнемогающие немощь нашу и душевное бессилие несомненной веры как десной рукой представляя и исповедуя христу непременно получим помощь его даже сверх нашего достоинства если только всегда будем не заводить себя глубину смиренно мудрее то есть много на семь путей будут встречаться скорбей и не только внешних но и внутренние томления духа как вот преподобный серафим саровский говорил что самое тяжелое это уныние связывать все душевные и телесные силы это все будет вот но надо благодушенствовать потому что как только мы будем смиряться то что господь придет на помощь и поможет нам даст и утешение приходящие к всему подвигу должны отречься и все презреть всему посмеяться все отвергнуть чтобы положить им твердое основание и какое-то основание благое же основание трехсоставную составляет незлобие пост и целомудрие то есть для ванны для новоначально особенно важно незлобие пост и целомудрие все младенцы во христе до начинается этих добродетелей принимая в пример чувственных младенцев то есть он приводит пример вот из наблюдения за младенцами если понаблюдать то действительно у них есть незлобие пост в каком плане у детей есть что они не обжираются не переедают не просят самой вкусной пищи в большом количестве вот а то что родители дают младенцам этого достаточно и целомудрия поскольку страстей у них нет вот на то есть младенцам во христе новоначально надо прожать и возрастным младенцам от твердого начала без сомнения будет нам польза если даже мы впоследствии и ослабели ибо душа бывшие прежде мужественны и ослабевши воспоминание прежней ревности как острым орудия бывает возбуждаема посему многократно некоторые воздвигали себя таким образом от расслабления но тоже я помню уже с архиереями мы как-то встречались и говорили о том что вспоминали юность свою монашескую какие подвиги несли но сейчас уже все таки образ жизни как-то поменялся вроде бы но вспоминая вот ту ревность первую ревность мы тоже можем себя не держать в воздержании вот а если самого начала пришедшим монастырь или в нашем случае мирских людей став на путь христианской жизни мы начнем слабенько то это уже предрекает поражение человека в битве то есть когда еще есть силы а человек их не использует экономит силы то тогда уже совершение подвига дать уже не приходится но так как в начале любой сложной работе нагрузки вот человек расслаблено начинает то конечно заканчивают еще хуже когда душа предательствуя сама себя погубит блаженную и вожделенную теплоту тогда пусть и следует прилежно по какой причине она ее лишилась и на эту причину до обратит весь свой труд и все прилежание ибо прежнюю теплоту нельзя иначе возвратить как теми же дверьми которыми она вышла если почитать преподавал старца поисия афонского то он тоже учит даже он приводит греческую пословицу говорит есть у нас народе такая пословица и сейчас я дословно я не помню но что благодарить возвращать только теми дверями из которыми вышло то есть сначала на самом деле мы с вами помним когда только пришли к вере то очень благодаря такое состояние первое призывающее благодать потом она уходит и потом человек должен задуматься чем он огорчил благодать где он поступил неправильно и потом осознает что это в общем так может быть и не один грех какой-то а совокупность и вообще страстное состояние больное состояние и поэтому за начинает подвизаться против страстей либо еще бывают частные случаи когда мы кого-то обидели и потеряли мир душевный и потом правильно будет неправильно выходом что если мы начнем долго молиться поститься совершать другие добрые дела так вот благодарить не вернем а нужно сначала попросить прощения у того человека которого мы обидели или чем-то от нас человек пострадал то есть невозможно не делая этого совершая другие подвиги как-то восстановить свое состояние до нормального отрекшиеся от мира и страха подобен фимиама то есть ладану который сперва благоухает мы с вами это знаем из практики а потом начинает коптить оканчивается дымом оставивший мир ради воздаяния подобен жернов который всегда крутится с одной и той же скоростью а исшедший из мира полюбик богу в самом начале приобретает огонь который был ввержен вещество вскоре возжигает сильный пожар это о трех родах спасающийся и вот говорится кто кому подобен дальше говорится допустим бывает так что земной царь позвал человека человек же не будет медлить или чем-то изъясняться оправдываться по какой причине он не хочет пойти конечно сразу побежит на зов земного царя вот и говорит здесь а нас господь позвал царь небесный поэтому мы должны тоже не медлить а идти угождать небесному царю так еще так довольно много я наверно сейчас завершу на этом потому что оказывается за один раз невозможно можно запись